Новости на восьмом, а значит в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. В студии работает Александр Масликов и вот что случилось в нашем городе к этому часу. Проверку начали на авиаремонтном заводе в Приморье, где работников перевели на двухдневную рабочую неделю. Это существенно ударит по карману наших работников. Пойдут в первую очередь за ворота молодежь, которая привыкла к стабильности, искать рабочие места. С юга на восток. Выставка продажи из Краснодарского края поможет приморцам оценить вкус и качество южных продуктов. Мы привезли наши традиционные мясные деликатесы, также более 40 видов сыров, твердых, выдержанных на вине. Спасут ли свежие кадры? Футбольному клубу «Луч» официально представили нового тренера. Думаю, что мы сумеем эти моменты поправить и включим все эти самоотдачи, дисциплину включим. Также в выпуске «Призы за карту» жителям Дальнего Востока предлагают оформить зарплатную карту и поучаствовать в розыгрыше призов. Еще расскажем «Шерстяная кладь» или «Приключение кота с лишним весом» на рейсе «Рига-Владивосток». Но об этом немного позже, а сейчас о главном. Синоптики «Примгидромета» сообщают о резком ухудшении погодных условий в Приморском крае в период с 13 на 15 ноября. В этот период северо-желтого моря на территорию Приморья выйдет активный циклон. Небольшие умеренные осадки в виде снега в отдельных районах с дождем начнутся днем 13 ноября. В ночь на 14 ноября циклон будет смещаться над южными районами Приморья, интенсивно углубляясь, а днем выйдет к восточному побережью. При такой траектории смещения циклона на большей территории края пройдут сильные осадки. Преимущественно в виде снега в отдельных районах снега с дождем местами очень сильные. Осадки будут сопровождаться резким понижением температуры воздуха, гололедными явлениями, местами метелью и снежными заносами на дорогах. На побережье порывы северного ветра могут достигать 32 метров в секунду, в континентальной части края – 24 метров в секунду. В пятницу, 15 ноября в крае сохранится сильный ветер, в северной половине – сильный снег. В распоряжении приморских автолюбителей есть еще немного времени, чтобы подготовиться ко встрече с зимней непогодой. И в том числе поменять шины. А в период с 13 на 14 ноября желательно воздержаться от дальних поездок через перевалы. Военная прокуратура Восточного военного округа начала проверку на 322-м авиационном ремонтном заводе Приморья, где под угрозой сокращения оказались свыше 300 работников. В проверку участвует прокуратура Уссурийского гарнизона. Проверяющие должны выяснить, соблюдаются ли на заводе требования о государственном оборонном заказе, трудовое и иное законодательство. О положении, сложившемся на предприятии, проинформированы прокуратура Москвы и Московская городская военная прокуратура для возможного принятия мер реагирования, сообщает Интерфакс. Напомним, на 322-м авиаремонтном заводе, расположенном в селе Воздвиженко, в октябре работников перевели на сокращенную двухдневную рабочую неделю. По информации Федерации профсоюзов Приморского края, причиной стало несоблюдение сроков гособоронзаказа, задержки, авансирование и оплаты уже выполненных работ. После введения двухдневной рабочей недели, 52 работника написали заявление об увольнении. В штате предприятия около 600 человек. Чтобы обеспечить им занятость и зарплату, предприятие должно получить в 2020 году на ремонт не менее 8 самолетов. На данный момент план гособоронзаказа на предстоящие года всего 4 единицы авиатехники. Из-за этого под угрозой сокращения могут оказаться более половины коллектива. В Приморье удалось спасти дайвера, который провел в море двое суток. Жители края называют это настоящим чудом. Житель поселка Тавричанка в пятницу 8 ноября в районе мыса Вятлина нырял с катера, который находился в двух сотнях метров от берега, а после пропал. Спасатели Владивостокской городской службы спасения начали поиски. Были оповещены, проходящие в районе ЧП суда. Друзья обратились за помощью к добровольцам. Аквалангист был найден в 17 километрах от берега с путя почти двое суток. Пропавшего дайвера обнаружило транспортное судно «Тигр-2», которое принадлежит на Ходкинской бамбар. Операция по спасению человека за бортом заняла 25 минут. Затем его высадили на берег. Моряки добавили, что спасенный дайвер пошел самостоятельно. От медпомощи отказался. Тем не менее, Аквалангист 1988 года рождения все равно был передан скорой помощи. Во Владивостоке, где многие увлекаются дайвингами, информация о спасениях вызвала буря эмоций в соцсетях. Приморцы отметили, что это редкий случай, когда пропавших дайверов находят живыми. Сам аквалангист Павел Вазимиллер поблагодарил всех, кто принимал участие в его поисках. По его словам, самое главное в такой ситуации не сдаваться. Еще одну операцию по спасению в Приморье очевидцам удалось заснять на видео. На этот раз местом ЧП стала пещера Приморский богатырь. 35-летний мужчина отправился в пещеру в составе туристической группы из 11 человек. Однако оступился и получил травму, после чего не смог дальше двигаться. Было принято решение обратиться к спасателям. Звонок от ЧП поступил на пульт ночью. И через три часа отряд МЧС прибыл к пещере, расположенной в Притсезанском районе. Как рассказал участник спасательной операции, пострадавшего гражданина удалось на специальных носилках поднять из пещеры. После этого его более двух километров несли через гору. А далее везли на машине до того места, где ждала скорая помощь. К слову, спасатели посетовали, что туристическая группа не зарегистрировала свой маршрут. Оформи карту и получи денежный приз. Акция Дальневосточного Сбербанка для новых зарплатных клиентов. Выиграть денежный приз, оформив с 25 октября до 30 декабря 2019 года зарплатную карту, предлагает приморцам Дальневосточный Сбербанк. Акция «Твоя зарплата. Твоя карта» действует до конца года на территории Хабаровского, Приморского краев, Амурской и Сахалинской областей. Призовой фонд акций содержит четыре главных приза по 20 тысяч рублей и 150 призов по полторы тысячи рублей. Подробности в следующем сюжете. Сегодня каждый второй житель Дальнего Востока является обладателем зарплатной карты Сбербанка. Для крупных предприятий доступен выпуск карт с индивидуальным дизайном компаний. Сергей – обладатель одной из таких карт. Отмечает, что удобно и легко совершать покупки, а также следить за своими счетами. Я могу легко перевести необходимую сумму, даже если я, к примеру, хочу перевезать кофе. Либо мне надо совершить какие-то оплаты по коммунальным услугам, квартиры. В этом отношении мне не надо идти в банк, я это все могу сделать онлайн. Есть вот такая карта, то есть она очень стильно оформлена в красных тонах нашей компании «Фальк». Она зарплатная, очень удобна, в принципе, тем, что еще можно прикладывать через Pay. Это очень легко и удобно. Согласно Сергею и моего коллега Светлана, ведь с помощью интернет-сервиса Сбербанк Онлайн, не выходя из дома, можно осуществлять переводы и оплачивать различные услуги. Карта очень, ну как сказать, большой помощник, потому что очень много вещей при помощи карты можно сделать. Можно совершить любые оплаты. Коммунальную в первую очередь, переводы какие-то, да, то есть вот у меня есть двое детей, мне очень удобно, потому что одному нужно привезти денежку, другому нужно привезти денежку. Кстати, сейчас для новых зарплатных клиентов Дальневосточный Сбербанк запустил акцию «Твоя зарплата, твоя карта». У клиентов, оформивших зарплатную карту Сбербанка в период с 25 октября до 30 декабря, есть возможность выиграть денежный приз. Чтобы стать участником акции, необходимо оформить дебетовую карту, если у вас ее нет в любом отделении банка, либо через персонального менеджера. Если у вас есть карта, необходимо оформить заявление на перечисление зарплатной платы. Далее необходимо активировать карту в банкомате Сбербанка и зарегистрироваться в акции. Зарегистрироваться в акцию можно, набрав смс-сообщение на номер 009 с текстом «Акция», «Ваша фамилия», «Меотчество», «Последние четыре цифры вашей карты». Участвовать в акции могут клиенты, не получавшие ранее заработную плату через Сбербанк в течение шести месяцев. Призовой фонд акции содержит четыре главных приза по 20 тысяч рублей и 150 призов по 1500 рублей. Итоги акции «Твоя зарплата, твоя карта» будут подведены с 31 декабря по 14 января 2020 года. Подробнее информацию об акции уточняйте на официальном сайте Сбербанка. В разделе «Выгодно для вас», «Твоя зарплата», «Твоя карта». Дмитрий Беломеснов, Андрей Толстихин. Новости на восьмом. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу, сразу после которой. С юга на восток. Выставка продажи из Краснодарского края поможет приморцам оценить вкус и качество южных продуктов. Шерстяная кладь или приключение кота с лишним весом на рейсе «Рига-Владивосток». Спасут ли свежие кадры? Футбольному клубу «Луч» официально представили нового тренера. Партнер выпуска новостей – торговый дом «Планета безопасности». Хотите узнать, что делают ваши работники? А что делают сейчас ваши дети? Кто у вас на даче? «Планета безопасности» ответит на ваши вопросы. Работа кипит. Дети под присмотром на даче. Все в порядке. Сегодня с вами я, Александр Масликов, и мы продолжаем. С юга на восток. Выставка продажи из Краснодарского края поможет приморцам оценить вкус и качество южных продуктов. Шерстяная кладь или приключение кота с лишним весом на рейсе «Рига-Владивосток». Спасут ли свежие кадры? Футбольному клубу «Луч» официально представили нового тренера. В Приморье завершилась операция по выпуску морских млекопитающих из китовой тюрьмы в естественную среду обитания. Все оставшиеся в бухте средние белухи были выпущены в бухте Успения Лазовского района в воскресенье 10 ноября. Группу из 19 животных выпустили в пятницу с борта научно-исследовательского судна «Профессор Кагановский». Оставшуюся 31 белуху выпустили в этой же бухте в воскресенье одновременно с двух судов с «Профессора» и «Зодиака». Напомним, все касатки и часть белух из бухты Средняя были выпущены ранее в Охотское море. Две последних партии белух решили выпускать в Японское море. Несмотря на сложность организации этой уникальной в своем роде работы, благодаря профессионализму, колоссальным усилиям и, естественно, ответственному отношению всех участников операции, все выпуски прошли успешно. Они проводились в тесном взаимодействии с государственными контролирующими органами. Помимо этого, за процессом наблюдали представители «Гринпис России» и катера береговой охраны. Ученые оценили операцию выпуска касаток и белух в целом как успешную и уверены, что белухи смогут быстро адаптироваться к новым условиям и удачно охотиться в водах дальневосточных морей. А вот жители и гости Владивостока тоже должны знать, где найти легкую и, главное, вкусную добычу. Во Дворце культуры железнодорожников всех желающих ждут ароматные сыры, колбасы, специи, чаи, сухофрукты и соусы. Выставку-продажу «Дары Юга» специально привезли из Краснодарского края, чтобы жители Приморской столицы смогли оценить вкус и качество южных продуктов. Подробности расскажет Светлана Садовая. Сыры на вине и шампанском, соусы и сухофрукты, варенье и колбасы. Найти выставку-продажу кубанских продуктов «Дары Юга» в Доме культуры железнодорожников легко по запаху. К ней приведет аромат пряностей. Их здесь великое множество. Разнообразные смеси для шашлыка, супа и рыбы будоражат вкусовые рецепторы. Попробовать на этой выставке хочется всё. Мы привезли наши традиционные мясные деликатесы. Также более 40 видов сыров, твёрдых, выдержанных на вине, на шампанском. Также сухофрукты наши, которые жители Владивостока очень сильно любят. Вот привезли специи, чаи наши краснодарские. Специи у нас более 40 тоже видов. Можно подобрать, будь то шашлык или супы. Выставка-продажа кубанских продуктов «Дары Юга» во Владивостоке проходит четвёртый год. Организаторы готовятся к ней специально. Знают, что во Владивостоке их продукцию ждут и даже создают специальные группы в социальных сетях. Запахи очень вкусные и всё красиво выглядит. Как думаете, как на вкус будет? На вкус тоже нам дали попробовать, очень вкусно. Здесь впервые, но с продукцией знакомы и интересуют и с кониной попробовать. Холодильнику с мясной продукцией самая настоящая очередь. Кроме традиционных колбас, здесь есть необычные, например, хамон. Спрос высокий на все виды продукции. Буду покупать мясо, буду покупать салок. Маринованное, колбасу, сыры купила. Мне очень всё нравится, очень красивое. Отдельный разговор можно вести про чай. Его здесь также несколько видов. Есть как традиционный чёрный, так и с различными травяными добавками. Чайный запах перемешивается с ароматом пряностей, создавая на выставке продажи «Дары Юга» непередаваемую атмосферу и перенося покупателей в Краснодарский край. Во-первых, я пришла, посмотрела, я очень люблю приправы разные. Но здесь хорошее разнообразие, видно, что вкус хороший. Особенно чаи, это вообще меня заворожили. Продлится выставка продажи «Дары Юга» до 17 ноября. Но уже сегодня покупатели интересуются, приедут ли в следующем году, какую продукцию привезут и планируют ли ещё расширить ассортимент. С пустыми руками отсюда не выходит никто. Ни постоянные покупатели, ни те, кто решил просто заглянуть. Качество этих продуктов в очередной раз подтверждает, если и есть на земле рай, то это Краснодарский край. Светлана Садовая, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. В столичном аэропорту Шереметьево пассажиру рейса «Москва-Владивосток» Михаилу Галину запретили взять на борт ручную кладь, которая превысила допустимый вес на 2 килограмма. Эта кладь – любимый кот по кличке Виктор. Мужчина вместе с котом Виктором летел из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве. По его словам, в Рижском аэропорту они спокойно прошли пункты досмотра, сели в самолет и благополучно долетели до российской столицы. Но при оформлении на рейсы из Москвы сотрудница аэрофлота предложила Михаилу Галину сдать кота в багаж, так как его вес на 2 килограмма превышал норму. Мужчина попытался ей объяснить, что кот не доберется живым до Владивостока, однако она отказалась брать на себя ответственность и нарушать инструкции. Тогда Михаил вернул билет. Путешественник пошел на хитрость. Находясь в столице, Галин купил новые билеты и нашел копию кота Виктора, но меньшего размера. Во время регистрации на следующий рейс он подменил своего питомца на кошку Фиби, которую одолжил у друзей. В результате Михаил с котом Виктором получили посадочный талон и благополучно добрались до Владивостока бизнес-классом. Михаилу пришлось потратить на него накопленные бонусные баллы, поскольку другие билеты стоили слишком дорого. Сотрудника аэропорта можно понять, она выполняла свою задачу, но я очень переживал за кота, просил ее войти в положение, говорил, что кот живым не долетит, просил, чтобы сотрудница аэропорта позвала представителя авиакомпании. У нас были долгие разговоры, мне никто не хотел идти навстречу, это была, судя по всему, принципиальная позиция из-за этих двух килограмм кота. Я понимал, что я иду на правонарушение, но на концу стояла жизнь кота, я не мог, к сожалению, по-другому поступить. Чтобы больше таких проблем не возникало, Михаил решил привезти питомца в форму. Теперь у Вити в рационе только низкокалорийный кон. А перед следующим путешествием у кота будут разгрузочные дни. Футбольный клуб «Луч» провел последнюю домашнюю игру этого года. Приморцев во Владивостоке переиграл «Нефтехимик». После девяти матчей без побед руководство «Желто-синих» решило встряхнуть команду и представило нового главного тренера «Тигров». Все подробности у Максима Яковлева. Последняя домашняя игра года. Приморские болельщики после этого матча не увидят свою команду вплоть до весны. Футболисты «Луча» выходят на поле вместе с «Нефтехимиком». Команда из Нижнекамска находится в числе лучших в текущем чемпионате, в то время как «Тигры» пытаются выбраться со дна турнирной таблицы. Увы, но порадовать владивостокских болельщиков не получилось и в этот раз. «Желто-синие» уже на 19-й минуте остались в меньшинстве. Магадиев совершил так называемый «фолл последней надежды» и получил красную карточку. Если до перерыва приморцы продержались, то уже во втором тайме натиск гостей оказался сильнее. На 53-й минуте Макаров красивым дальним ударом открыл счет. Не прошло и двух минут, как «Нижнекамцы» забили и второй гол. Больше игра ничем не отметилась. 2-0. Таким образом «Луч» проводит девятый матч без побед. Поставил в тупик приморцев и относительно недавний уход Рустема Хузина, который управлял командой. После домашнего поражения руководство «Луча» наконец-то официально представило своего спасителя – нового главного тренера. Наставником «Тигров» стал Валерий Петраков. Специалисту 61 год. За это время Петраков успел поработать с такими клубами, как «Торпеда», «Химки» и «Томь». К слову, томскую команду три года назад Петраков вывел из ФНЛ в премьер-лигу. Валерий Юрьевич увидел последний матч «Луча» вживую и уже сделал свои выводы. Плохо у нас получались переходы из оборонного атаку. То есть намного упрощали игру. И в таких моментах игры упрощать нельзя. Нужно наоборот быть все-таки больше, особенно в домашней игре, больше контролировать мяч, больше на игре, быть больше позиционных атак делать. То есть у нас, к сожалению, этого вчера не было. С новым наставником «Приморцы» успеют лишь отправиться в трехматчевое выездное турне. Они сыграют в Ярославле с «Шинником», затем в Москве со «Спартаком-2» и завершат первую половину сезона со столичным «Торпеда». Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Зима близко. Синоптики «Примгидромета» сообщают о резком ухудшении погодных условий в Приморском крае в середине недели. На авиаремонтном заводе в Приморье, где работников перевели на двухдневную рабочую неделю, военная прокуратура начала проверку. Призы за карту. Жителям Дальнего Востока предлагают оформить зарплатную карту и поучаствовать в розыгрыше призов. С юга на восток. Выставка продажи из Краснодарского края поможет приморцам оценить вкус и качество южных продуктов. Раскормленного кота не пустили на рейс «Рига-Владивосток». Хозяин обещает привести животное в форму. Спасут ли свежие кадры? Футбольному клубу лучше официально представили нового тренера. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните, и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток. Главное – Владивосток. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...